Сельское хозяйство должно стать ключевым вектором в развитии экономики страны. В данное время этому направлению оказывают серьезную государственную поддержку. Сельхозтоваропроизводители стали делать акцент на качественную обработку почвы для получения больших урожаев. В целом, все это влияет на развитие производств сельской местности. На очередном брифинге региональной службы коммуникации об этом рассказал Аким района Бесирек Марат Токжанов. За последние четыре года отмечается дополнительное увеличение посевов на 30 тысяч гектаров. Теперь общая площадь составляет более 254 тысяч гектаров. Крестьянские хозяйства стали чаще использовать научные подходы. В частности, применяются влагосберегающие технологии. Кроме того, обновляется сельскохозяйственная техника и другое оборудование. Местные аграрии в целом получили 850 миллионов тенге субсидий. Это большая поддержка, позволяющая повышать эффективность в работе. Активное развитие в районе получают овощеводство и тепличное хозяйство. Наш район является крупнейшим по производству картофеля, овощных и огородных культур и имеет значительные резервы для увеличения объемов производства. Всего по району занимаются выращиванием картофеля, овощей и бахчевых культур 87 сельхозформирований. Развитие теплиц в районе направлено на обеспечение населения экологически чистой отечественной продукцией, в частности огурцами и помидорами. Снижение колебаний цен на овощи в межсезонье. В районе функционируют 4 теплицы общей площадью 127 928 квадратных метров. В связи с этим актуальность строительства овощехранилища. За последние три года введено в эксплуатацию овощехранилища на 9700 тонн и зернохранилищ на 114 277 тонн. Хороший урожай требует и увеличения орошаемых земель. На данный момент по району разработан и утвержден план работы по орошению 12 тысяч гектаров земель на 5 лет. По словам Акима района Марата Токжанова, при том, что ставка делается на растения и водство, есть хорошие успехи в развитии племенного животноводства. Сейчас здесь 43 племенных хозяйства. Также район взял на себя ответственную миссию стать ключевым в реализации региональной программы по развитию молочного пояса. По району зарегистрировано 20 562 головы маточного поголовья, 9 246 дойных коров дают 50 213 литров молока в сутки. По его закупу и продаже зарегистрировано три сельскохозяйственных производственных кооператива. Кроме того, функционирует 8 молочно-товарных ферм и ежегодные ряды пополняются. В составе сельскохозяйственного производственного кооператива Баты Суд, работа которого полностью налажена, в 8 округах работают 374 усередителя. На 77 единицах тракторов. В марке John Deere, Case, New Holland, используемых на полях, установлена GPS-навигация. В племенных хозяйствах используются GPS-трекеры для скота, а также воздушные дроны. 20 хозяйств района используют так называемых электропастухов. Для электрификации отдаленных точек и орошения пастбищ многие крестьянские хозяйства установили 16 солнечных батарей. Кроме того, они также используют автоматические поилки для животных. Также с помощью метода гидропоника создаются высокоэффективные корма. Отдельные хозяйства получают до 2 тонн продукции в день. Для качественного результата ее добавляют в основной корм для скота.